всем привет с выставки салон каминов 2020 и сейчас александр сотрудник очень важный сотрудник компании гефест нам пройдет краткую экскурсию по одной из самой продаваемой линейки печей компании стихнолит это печи гефест заказа это самая подавая на сегодняшний день линейка саша ну давай в общем долго тянуть не будем сразу перейдем быстро я расскажу конструкцию а потом можно конкретный модель на всю линейку каждую вещь и такая такая это их как они могут использоваться как я не бываю давай основной здесь разряд стоит печи да мы хорошо видим там конструкции принцип работы данной топки очень удобно показывать печь полностью чугунная разводной конструкции каждая деталь это отдельно цельная деталь соединение шип паз в эти пазы печь собирается на герметике чтобы было на заплотный на камень используется печной шнур вот шнур и герметик и также с двух сторон там герметик на герметик при нагревании он застывает и остается там всегда зажатым между меня чугунными деталями это разрез какой печи у нас пб 0 4 нет это 0 3 модель самая популярная двухкамерная топка то есть нам дрова находится только здесь выше их загрузить не получится как мы не пытались дальше пламя выйти в дымоход не может составной пламя-гаситель пламя-гаситель можно менять через дверцу для того чтобы когда чистим сажу это рано на банных даже разочается но если вдруг там холодный дымоход то есть его можно будет будет вытащить да да если там мощно водоле гром там сажат даже отсюда выгорит там он не съемный то не закажет она съем реализованы две подачи кислорода одна через обдув стекла заходит тянет его туда через обдув стекла ну смотрите значит обдув стекла на заходит здесь остается щель так как растягивает наверх да вот то есть здесь не плотно не плотно прилегает да если здесь плотно сделаю стекло бы коптилась ну прям сразу моментально когда бы не очистить весь она при хорошей тяги нормальный дров она довольно долго остается и основной поток кислорода конечно идет зольную камера для этого зольник он опускается вниз чтобы над ним мог проходить кислород она плоская он поступает через колосник для основного горения а часть кислорода отсасывается идет оттягивается идет под камень это типа дожига легкого такого когда у нас пламя поворачивает сюда она встречается с этими шипами у них двойное назначение первое это так как не быстро нагревается и увеличивает площадь контакта быстрее нагревает каменьку это как бы основная вообще деталь данной печи это ее сердце это ее каменька отсюда будем получать пар иначе она была вообще мне ванной печи если бы не было камень я была мощная надежная отопительная печь и здесь свежий кислород подается пламя смешивается с кислородом состыковывается контакт с этими шипами которые сильно раскалены и они работают как катализаторы помогают держать эти газы максимальный сектора турнир на камень и потом уже выходит у нас чугунный дымоход с чугунным шибером смотрите каменька какая толщина у нее боковые стенки около двух сантиметров то есть точнее тыльная стенка мы видим и боковая тоже здесь четыре сантиметра да здесь четыре с половиной сантиметра и вместе с шипами там получается до до семи сантиметров мы будем конечно основную милицию 4 4 4 сантиметра тыльная сторона около одного сантиметра толщина и толщина боковых стенок до конкретным конкретным экземпляре ровно полтора это дает и саму температуру в топке так как чугунный толстый он начинает и обратно вниз и звучать поэтому когда наберет она всю температуру сюда даже можно кидать уже по одному сырому полену дольше будет леть ну и самое главное то что это позволяет нагреть сильно-сильно до малинового свечения просто каменку и сюда мы закладываем же камни вода подавалась через камни на каменку она будет распределяться падать сюда здесь она будет генерироваться пар легкий обратно через камни будет выходить шишки они дополнительно аккумуляторы площадь ну то есть это тоже аксессуар до который можно дополнительно приобрести и на какую на каждую модельку есть рекомендованное количество шишек да ну чем больше модель тем больше шишек да второй слой шишек бесполезен работает будет только один слой потому что такой при припом при прямом контакте получается вот этим вот плоским дном с верхней поверхностью ядра здесь тоже не очень эффективно именно что-нибудь должно быть да расскажи пожалуйста вот с внешней стороны стенок почему такой узор причем он нужен это ребра жесткости которые повышают надежность окончательно с этой стенки ничего не может случиться и а это уже конвекционные ребра когда воздух сюда проходит там у нас здесь находиться либо сетка с камнями либо облицовка когда здесь свободный зазор остается воздух проходя быть эффективно снимать очень тепло то есть даже если мы плотно сетку уложим камнями все равно останется проход до теплого горячего воздуха который будет вот оставить сами камни они очень сильно будут нагреваться инфракрасным излучением так как большая площадь большая будет уже поток на красном излучении нагревающие нагревающие способностью печки большая у всех чугунных есть такой как бы ему его может даже недостаток назвать да то что мощная инерционная печь теплоемкая сначала надо чтоб она набрала температура только потом уже нагревать в одну использовать это тепло вот эти конвекционные рубри они нивелируют этот эффект то есть печка начинает довольно быстро уже нагревали ну в принципе стопка это понятно все мы разобрались а в каких вариантах эта печь продается именно внешне таком варианте ну только конечно целом да все на месте ее может использоваться различные печеньки под свои проекты конструкции отделать ее кирпичами обморовать нам только не забывать что плотно на кирпич никогда не представляем мы оставляем пазухи для рекомендованный зазор наверно сантиметра менее четырех сантиметров 45 и оставлять конечно либо лючки делать либо как вот ну для по для прохода свежего нужно забирать холодный воздух да и сверху где-то иметь выход им иначе просто печь перегреем и она может даже выйти из строя при чего-то не перегреть ее изначально делали для работы вот закрытых облицовках ну только продуваем конверсию мы же облицовку тоже надо закрываем ну да да горшочек больше не грей все на 60 хватит потому что мы русскую готовы хотели бы сауну держали бы дверцы открыты чтобы горячий воздух шел и шел а когда мы скрываем у него же нет обдува но здесь только остается вот мы пойдем да посмотрим какие они бывают по типоразмерам всего есть у нас это самая малая модель но 4 языка она до 18 кубов максимум это восемнадцать кубов это хорошо утепленный парной имеется ввиду у нее есть стать появилась панорамная дверка большого размера не было да раньше были только маленькие ну так вроде мешает как вот такого размера да это вот она и сейчас может быть либо вот такой печка буду и шинек сам м 0 4 м или вот такая 0 4 п вот маленькая аккуратненькая печка очень надежно очень мощная следующая модель из линейки дефицца к это 0 3 модели самые популярные которые мы смотрели до 28 кубов и модели постарше это 0 2 и 0 1 модели соответственно 35 и 45 это 0 2 до 30 до 35 кубов 0 1 до 45 кубов вот прям уже огромное это уже серьезно уже на 35 кубов по одной на себя будет чувствовать там очень очень уверен как украсить эти вещи и соответственно до каждого когда мы 0 3 модель маленькая набрал но 4 давай на базе но 4 короб мы закрываем каменьку мы скрываем коробом внутрь камеру мы можем заложить камни они там будут сильно нагреваться сверху мы ставим дверцу что могли закрывать эту каменьку все пространство здесь заполняется камнями между сеткой и самой коробой синтопки камни не будут гасить излучение это можно и она будет идти уже мягко такая модификация называется ураган стандартно она поставляется полуметровой трубой здесь установлен еще дополнительный шиберный модуль и сверху еще умеет он заказывается один или в комплекте здесь нет он заказывается отдельно потому что человек имеет право сюда сначала поставить уже старт переход на сэндвич например использовать шибер уже цены чужие дымоходный шибер но шибер для машки нужно обязательно именно горение нужно регулировать шибер это эффективнее чем заслонкой на стекле нам именно заужаем выходной канал а не данная комплектация нам хороша для сауны с ней можно сделать уже русскую баню и немного не контролируем конъекции останется она все равно добавляя проветривая сбывает температуру и набрасывая петбару русский режим с ней сделать уже можно на самая правильная конструкция хорош который уже можно сделать любой режим и сауны и русской бане тоже печь в лицовке это как вот здесь на здесь находится печь гром ну не суть важно на той стороне у нас целый ряд стоит именно за каждой лицовкой весь пор печи закрыть облицовкой оставлены как рожа каналы в холодный воздух мы собираем и до тех пор пока у нас открыто дверцы на облицовке у нас нагревается парная горячий воздух да если вот на урагане там есть проставка между коробом и дверцы дверцы союз союз плотно с коробом соединена здесь оставлены вот эти вот зазоры откуда можно входить горячий воздух мы можем как закрытые дверцы и нагревать саму камень а парная будет только подогреваться либо открыть чтобы интенсивно начать нагревать на более горячих режимах набросались на пару подождали 5 секунд потом вышел и закрыли дверь здесь находится также метровый чугунный модуль он закрыт ну и здесь да есть шибер как раз ли ров тогда чтобы здесь находиться на будет стена предполагается в соседнем помещении может регулировать шибером смотреть на горение чтобы проконтролировать активное горение след начало топки либо при зажать чтобы когда мы только уже поддерживаем температуру печи либо если мы ее хорошо растопили так как масса здесь огромный теплоемкая печь какое-то время можно не подкинуть дрова зависит от того как пользоваться печью до сколько воды поддаются по 8 клиентам где-то часу до трех хватает для печи прогреть до нужной температуры да чтобы комфортно было открывается они от часу до двух занятий с травой там с минусов мы вводим как-то спина в бане а после того как наберет температура она ее может удерживать без горения от часа до трех часов здорово ну что ж я думаю мы в принципе все информацию основную узнали спасибо большое александр ну а тех кого заинтересовала продукция компании технолит печи кефест заходите к нам на сайт фарнахс точка ру в разделе банные печи отсортируйте по производителю и эти печи доступны у нас для заказа ну александр спасибо большое за подробнейший рассказ вы мне даже слова не давали оставлять и предусматривали все мои вопросы очень приятно было пообщаться приходите еще расскажу еще много интересного спасибо до встречи и сегодня